Отпускаете собаку гулять одном, а зря в Госдуме предложили ввести за самовыгул животных Смертельная авария. В центре города сбили пешехода. В ГИБДД рассказали подробности происшествия Угон машины, хулиганство, угроза убийством и незаконный оборот оружия Двух кировчан ждет суд за совершение нескольких преступлений Часть обязанностей врачей предложили отдать медсестрам О чем речь и что об этом думают сами представители медицинского сообщества Увлекательные экскурсии, выступления творческих коллективов и новый участок пешеходной с Паской В Кировской области готовятся к открытию туристического сезона Чем удивят кировчан и гостей города Смертельная авария в центре города на улице Карла Маркса в районе дома номер 32 Около 10 вечера под колеса иномарки попал пешеход За рулем Шкоды Октавии находился 42-летний водитель 47-летний мужчина пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, рассказали в госавтоинспекции Сотрудники госавтоинспекции Кировской области обращаются к водителям И напоминают о необходимости быть более внимательными при проезде пешеходных переходов и перекрестков А пешеходам стоит использовать световозвращающие элементы При переходе дороги пешеход должен убедиться в безопасности данного перехода Соблюдайте правила дорожного движения Будьте внимательны на дороге Обвиняются в хулиганстве, угоне машины, угрозе убийством и незаконном обороте огнестрельного оружия Перед судом в Кирове предстанут местные жители 32 и 53 лет По версии следствия, в кафе на улице Пролетарской один из них беспричинно выстрелил в сторону барной стойки А после ударил администратора по голове Аналогичное преступление было совершено в кафе на химическом переулке Помимо этого, 32-летнего мужчину подозревают в угоне автомобиля Hyundai Creta С территории заправки на улице Московской в Кирове 53-летний обвиняемый в свою очередь угрожал владельцу машины ножом и говорил, что расправится с ним Уголовное дело с обвинительным заключением прокуратуры направлено в суд Одному из обвиняемых избрано мера пересечения в виде заключения под стражу Второй фигурант в настоящий момент находится под домашним арестом Прокуратурой Кировской области по уголовному делу утверждено обвинительное заключение Уголовное дело направлено в Пиромайский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу Отпустил собаку гулять в одиночестве – плати штраф В Госдуме предложили наказывать рублем собаководов за то, что они отпускают своих питомцев на самовыгул Животные без контроля сбиваются в стаи, проявляют агрессию Причем чаще всего по отношению к детям, считают эксперты Поэтому автор инициативы депутат Александр Спиридонов и предложил внести поправки в закон о содержании домашних животных Штраф за безответственное отношение к собакам может достигнуть размером род в зависимости от региона В Кировской области он составляет чуть больше 16 тысяч рублей Такой штраф заставит людей задуматься, а стоит ли оставлять собаку без контроля, убежден парламентарий Кировские волонтеры к такой перспективе отнеслись скептически Конечно, самовыгул – это плохо и пагубно Во-первых, для собаки то, что она может попасть, может ее сбить машина, могут отравить, может потеряться собака Штраф – это, конечно, хорошо, но при том ведь еще нужно и доказать, что это чья-то собака А чтобы доказать, это значит нужно чипировать Тут как бы идет такая длинная цепочка Я не знаю, если это будет работать, то это будет здорово, чтобы было меньше бездомных собак Минздрав России предложил часть медицинских задач врачей передать медсестрам Методические рекомендации подготовила одна из структур ведомства Центральной НИИ Организации информатизации здравоохранения Там посчитали, что делегирование обязанностей повысит доступность медпомощи без потери качества Так, за медсестрами хотят закрепить такие функции, как проведение медосмотров Диспансерное наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями Оценка эффективности медикаментозных и немедикаментозных методов лечения Однако, согласно опросу, который провели аналитики одной справочной системы 90% медсестер высказались против нововведений Самая частая причина, которую они называли, это перегруженность Давайте послушаем, что о новой инициативе думают врачи Пока вообще считать нечего на самом деле Потому что высказана такая общая идея Которая не просчитана Которая не согласована с медицинским сообществом А средний медперсонал тоже сейчас выдыхается из сил И дефицит медсестер, он ничуть не меньше, а даже больше, чем дефицит врачей Да, дефицит персонала со средним медицинским образованием есть И нагрузка всегда была максимальная, говорят в ассоциации медицинских сестер И добавляют, что новых обязанностей бояться не стоит Потому что они в основном коснутся врачей первичного звена То есть терапевтов, участковых, педиатров, врачей общей практики Их рутинную работу во время приема пациентов может легко сделать и медсестра Заверяют в организации Поскольку мы всегда говорили о том, что мы часть полномочий от медицинской сестры Передадим или медрегистратору, или просто младшей медицинской сестры А врач свои полномочия некоторые отдаст в работе медицинской сестры Я думаю, это будет не страшно, просто нужно реорганизовать Летний туристический сезон откроется уже в эти выходные 13 мая по этому случаю в Кирове планируется несколько мероприятий В первую очередь это открытие пешеходной улицы с Паской В течение всего сезона участок от Володарского до Ленина будет пешеходным по праздникам и выходным дням Центральной площадкой на открытии сезона станет дом Витберга Кроме официального открытия, там пройдут концерты, выставки, мастер-классы А на улице с Паской развернется ярмарка и музей под открытым небом Все тематические площадки будут открыты в 10 утра до 4 часов вечера Также для кировчан будут оформлены фотозоны Оперативно следить за новостями можно также в наших социальных сетях И пишите, присылайте видео, номер на ваших экранах Прямо сейчас смотрите новости бизнеса, а после программу «Объясняю популярно» У меня на этом все, в студии работала Надежда Шабалина Всего доброго, до свидания Седьмое мая В воскресенье празднуется Всемирный день к радио И мы вместе с радио Ваня и нашими партнерами вышли на улицы нашего города Чтобы поздравить с этим замечательным днем всех автолюбителей Ну что, погнали поздравлять! В этот морозный день радио Ваня согревал своим теплом И дарил подарки всем автолюбителям нашего города Слушай радио Ваня и удачной дороги тебе! Свои подарки! Также свои подарки подарили и наши партнеры Бакаровское село порадовало автомобилистов натуральными молочными продуктами Сеть магазинов «Красота профи» подарила замечательный набор всем автоледи! Поздравляем радио, телеграфистов и всех причастных к этому прекрасному празднику! Ну все, хорошей вам дороги! И вам! Ну а стоматология «Аздент» вручила автомобилистам сертификаты на свои услуги! Всегда слушаю радио Ваня и получаю за это замечательные подарки! С праздником! Всех-всех благ! Чтоб все у вас хорошо развивалось! Ждем радио! Существуйте еще долго! Обязательно! Какое радио слушаете? 4,3 Все правильно, радио Ваня! Мы поздравляем вас! Ждем в радио, желаем вам процветать! Веселое настроение, здоровье, удачи и всего-всего самого лучшего! Спасибо большое! Ура! Ура! Слушайте радио! Берегите себя, будьте аккуратнее за рулем и чтоб все у вас получалось! Радио Ваня! Поехали дальше! Разнообразие моделей, цветов, размеров, натуральной ткани! 6 мая в Кирове открылся самый большой в городе магазин «Миротек» с площадью 200 квадратных метров! Здесь можно найти все для дома и отдыха! Ассортимент впечатляет! Появление такого магазина давно ждали кировчане! Он открылся по многочисленным просьбам жителей юго-западного района на втором этаже торгового центра «Глобус». Представлен большой ассортимент товара, то есть от носового платка до матраса, большой выбор постельного белья из натуральных тканей, пижамы, сорочки, домашний текстиль, пледы уютные! В магазине «Миротекс» тепло и уютно, как дома, ведь это семейный бизнес, владельцы компании – коренные кировчане. А сама сеть растет благодаря честности по отношению к клиентам. Для них в честь открытия подготовили настоящий праздник. «Миротекс» дарит не только отличное настроение и радует разнообразием товаров. В честь открытия до конца мая для покупателей скидка 10% на весь ассортимент. Магазин «Миротекс», торговый центр «Глобус», второй этаж. «Миротекс»